я часто вижу что сейчас очень много инфо-цыган которые на основе протестантизма создают какие-то там духовные там вот практики все все делают как мы не матерятся не курят не не блудят ничего не делают но только христа у них медитация типа я никогда не была на приеме у психолога зачем вы зовете не христиан на христианский канал а по воду моих скулы скулы это просто ну вот да жасмин приехала рожать в сша все понятно ужас мин отвратительный голос невозможно слушать виноваты ли мы в том что человек отдалился посмотрев какой-то из наших выпусков дорогие всем привет с вами жасмин лиховская и вы смотрите новую рубрику моего канала что за рубрика мы с мужем скоро вам расскажем как расскажем уже вывеска нечаянный разговор уже они тизер посмотрели где нашу нарезку самых горячих моментов и еще в названии youtube подписано нечаянный разговор но название вы знаете что будет выпуске мы вам расскажем как вы видите сегодня у нас не будет чая не будет чаепития да на этом формате он подразумевает что мы не пьем никакой чай мы пьем кофе соки разные напитки но не чай поэтому и название нечаянный нечаянный разговор да да мне название кстати очень нравится и давайте талю попробуем просто рассказать что людям ожидать от этой рубрики почему мы начинаем эту рубрику не рубрика это формация это прям целый формат и он будет поделен на темы то есть мы будем стараться на в этом формате в очень свободной форме то есть берем определенные темы и прогоняем их с гостем которого лиза там с гостями до кого мы зовем я не буду часто появляться в основном будет также жасмин появляться в этом формате но мы иногда будем слушать твой голос за кадром иногда да я буду садиться и вне кадра тоже присутствовать в беседе и накидывать какую-нибудь интересную информацию зачем этот формат придумали на самом деле это будет не интервью а подкаст зачем мы придумали потому что есть очень много интересных молодых людей которые и не молодых в чем подразумевается новый формат этого подкаста до нечаянного разговора что у нас в нашем окружении но не только в нашем окружении есть очень много людей до которые очень интересные они крутятся в медийных сферах это там актеры артисты блогеры там психологи медийные всякие ребята очень много но они не пастера они не служителя у них не какая-то там история что там у них там умер там ребенок и они там сумели там выкрепиться или там развелись и соединились и там еще что там какая-то супер тяжелая история которая как-то послужила людям да как свидетельство они просто классные ребята с ними можно о чем поговорить он не настолько может быть какой-то супер духовный будет формат но мы будем всегда склоняться к как сказать к христианству будем вытаскивать из них да и самое главное тут суть будет том что мы будем звать этих людей потому что мы знаем что им есть что сказать потому что у них такие социальные сети где они не рассказывают о боге иногда и возможно только но им есть что сказать у них вера в бога у них моральные хорошие ценности мы очень хотим их представить но мы подумали что именно в этом формате они смогут поговорить об этом потому что их подписчики уже привыкли к определенным форматом и легче будет понятным для их подписчиков языком поговорить о боге и мы подумали что если мы сделаем такие подкасты это очень хорошая возможность сделать евангелизацию потому что мы сможем привлечь новую аудиторию мы очень хотим привлечь молодых подростков да да и вообще вот мы были на мероприятию организовал кирилл дизинок это в его агентстве организовали большой такой сказать съезд блогеров кто у него на лейбле мы тоже туда входе мы тоже туда пришли и я удивился от того количества сколько наших протестантов крутится в медийной сфере я такой ну ты тоже и ты тоже и ты тоже знаешь какая-то какой-то клуб иллюминатов когда собрались и такие ай ты тоже здесь типа вот это и такая же история то есть это кувал ничего себе и хочется с ними встречаться общаться и вот мы для этого приду потому что чай жасмин он больше как бы его сохраняем формат мы не отказываемся от него и он будет постоянным как сказать движком на нашем канале мы постоянно будем снимать и ездить и все делать как вы любите но такой формат он тоже необходимо он как бы давно он должен был родиться и вот действительно настало время когда все мы можем его реализовать но я думаю мы не только бы молодых сюда звать то есть у меня в голове очень много людей кто там я не знаю я считаю хорошо все молодые до в душе но действительно да то есть взрослые люди там и дедушки даже разные бабушки которые тоже медийные ребята и верующие но да действительно они просто прихожане церкви если метод хочется поговорить хочется звать их хочется с ними общаться я также такой спойлер хочу сказать что мы хотим звать сюда не только именно из протестантского направления мы также хотим звать из других направлений с православия из католицизма возможно вот и тоже с ними общаться возможно будем звать сюда людей которые когда-то были верующие поговорим с ними почему что случилось То есть попробуем разобрать, попробуем их привезти потом в церковь, да? Ну вот, и как-то к Богу приблизить. Одним словом, формат евангелизационный. И тоже для меня этот формат, наверное, что-то такое, что может притягивать неверующих, потому что он более лёгкий, более такой доступный. И это можно просто послужить тем, чтобы потом уже перешли на рубрику «Люди. Часть. Жасмин». Моё мнение такое, что сейчас такое время, оно очень сильно поменялось даже годами ранее, 2-3 года, 4 года назад, такого не было. Вот сейчас реально настало такое время, когда всем людям нужна какая-то подпитка. И я часто вижу, что сейчас очень много инфо-цыган, которые на основе протестантизма создают какие-то там духовные... Практики. Сюда надо нашего друга позвать, Давида Койна. Он про это рассказывает. Мы, кстати, сюда можем друзей тоже звать и тоже с ними обсуждать тему. Он может про это очень много рассказать. Он крутится в медиапространстве, он продюсер. И вот он тоже об этом много говорит, что он общается с разными сейчас блогерами-миллионниками, кто запускает разные курсы, ещё что-то. И там куча духовной практики, где всё взято из протестантизма. Всё делают, как мы. Не матерятся, не курят, не блудят, ничего не делают. Медитируют вместо молитвы. Но только вместо Христа у них медитация. И молодёжь, и взрослые, разные люди сейчас ищут вот эту подпитку. И почему бы это была не самая для меня истинная подпитка, да, это Христос? Почему бы не вот сюда склонять их? Потому что действительно очень много сейчас христиан и успешных людей разных, да, и медийных, и бизнесменов, которые именно живут с Богом и двигаются. И почему бы молодым и не только ребятам находить наш канал и отсюда брать подпитку? Да, и мы очень надеемся, что вы нас поддержите, потому что для нас это более, наверное, сложный формат. Его нужно дорабатывать, над ним нужно много работать. Пишите предложения, пожалуйста, реально. Ну, то есть это прям без этого. Прям пишите предложения, как можно улучшить формат. Есть у вас какие-то идеи, пишите на почту нам, в комментариях пишите. Мы читаем почти все комментарии. Просто мы очень надеемся на вашу поддержку в виде просмотров, комментариев, лайков, потому что вы знаете, именно за счет этих функций YouTube продвигает видео. Мы очень надеемся, что мы сможем заменить все эти духовные практики христианским хорошим контентом. Ну, не тоже заменить, это они заменили нас. Но нам надо затмить их. Мы должны показать, где истоки, мы истоки, мы база, христианскую базу. Да, я недавно думала, что, наверное, самая хорошая борьба с тьмой – это просто делать свет и добро. И когда появляется свет, тьма уходит. И из-за этого нам нужно больше контента делать, больше работать. И мы хотим вдохновить вас, чтобы и вы делали много нового контента. Я, кстати, заметил, мы недавно с друзьями сидели, общались, и мы тоже заметили, что сейчас очень много… Ну, я стал замечать, может, это у меня рекомендации стали выпадать, может быть, это всегда было, и только сейчас я узнал. Но мне кажется, что сейчас очень много появилось христианских именно блогеров в Инстаграме. Я не говорю там про миллионников блогеров, да, а вот такие ребята, у них там по 5, по 10, по 20, по 30 тысяч подписчиков. И я просто захожу, такой христианский контент. И причем там есть какие-то прям реально классные духовные там истории, да, там типа мы сумели накормить столько-то людей, я там в Африку езжу, да, я христианин. А еще стал видеть просто какие-то мемные истории, какие-то суперлокальные про нашу, ну, не про наш церковь, а про наш комьюнити христианский, протестантский, где там просто там типа, ой, типа там… Ну, это, кстати, немножко странновато, но однако я это вижу, где там типа, ой, тот момент, когда сын пастора заходит в церковь, типа, и такие все девочки такие все… Я такой серьезно уже такой контент пошел, типа, я так удивился. Очень локально, да, обычно такие сценки в лагерях делали. Ну да, типа, вы берете снимать, терился, ну окей, хорошо, как бы, интересно. Такое, не знаю, имеет ли это мастер быть, но пускай. Наша рубрика данная делится на блоки, то есть мы разбираем какую-то тему и потом двигаемся и разбираем следующую тему, следующую. Мы берем примерно 3-4 разных темы. Сейчас мы обсуждаем новые форматы, то есть не только новый формат, как вы знаете, у нас уже вышел выпуск с Викой Дмитровой «Чай с экспертом». Тоже это новая рубрика, многие в основном встретили ее хорошо, процентов 90 очень, ну сколько, 220 тысяч, по-моему, просмотров на сегодняшний день. Возможно, уже еще больше. Да, тоже, как бы, хороший процент лайков, там 95% лайков, 90 с чем-то процентов одобрения комментариями, вот. Но есть, конечно, те, кто не поняли, зачем это было сделано. Ну, возможно, это наша ошибка была, потому что мы не сильно хорошо объяснили, что за рубрика. И хочется просто вот в эту рубрику, именно «Чай с экспертом» позвать людей, которые эксперты в какой-то своей отрасли. Например, за Викой Дмитриевой я следила давно, и я знала, что у нее есть христианские истоки. И я понимала, что она как психолог мне нравится, потому что у нее нет сильного, такого сильного сдвига на любовь к себе, как у других. То есть я выбирала именно такого психолога, кто очень близок к христианству. И мне хотелось, чтобы после этого выпуска было такое ощущение, как будто человек прочитал книгу про семейные отношения. Почему бы нет? Почему... Я вам больше скажу, мы ее еще раз позовем, ну, если она придет. Мы ее позовем, мы будем снимать про, сразу спойлер, мы будем снимать про воспитание детей. Мне кажется, это тоже очень насущная тема. Это ее, кстати, основной профиль в социальных сетях. Она говорит в основном про семью, про детей. Вот мы ее позовем. И вообще, зачем это нужно? И сразу для тех, кто говорит, зачем вы зовете не христиан на христианский канал? Зачем вы даете им слово говорить у нас? Я сразу объясню мою логику. У нас, во-первых, очень много христианского контента. Мы зовем... 99% у нас это христиане, прям такие укоренелые протестанты, которые вот наши ребята. Но почему мы зовем не христиан, да? И будем дальше звать? Почему? Потому что, объясняю, это эксперт, человек, который экспертен в какой-то части. И мы хотим поговорить и узнать, и зачем ему смотреть где-то, если мы можем посмотреть у нас. Это первое. А второе, все очень просто. Вы когда зовете... Вы когда, не знаю, строите дом, да? Вы же люди, когда строят дом, они же не обязательно зовут строителя христианина. Нет, они зовут эксперта в стройке. И не важно, он мусульманин, христианин, там, кто угодно, да, там. Им нужен хороший эксперт. Или врач, который вас оперирует, или там, учит в университете оперировать людей. Обязательно, чтобы он был христианином? Нет, потому что он учит не христианство, он учит именно профильному, да, вот, направлению. Здесь такая же история. Мы зовем, и мы не просто какую-то тему разбираем, да, там, стройку домов, да, а именно то, что более-менее с нами связано. То есть это семья, воспитание, моральные ценности, много чего, да. То есть и почему мы не позвать интересного эксперта, который расскажет об этом, поделится, и мы можем что-то для себя взять. Если вам что-то тоже не подходит, как бы вы не обязаны брать, мы же не заставляем вас под дулом пистолета. Нет, обязательно впитывай все, что мы тебе дали. Нет, ну, одновременно мы все равно смотрели, что у Вики хорошая семья, дети, брак, и мы следили за ценностями, которые она учит. То есть мы все равно пытаемся именно смотреть, чтобы человек был экспертом. И также это опять-таки еще хорошая возможность ее аудиторию подхватить, потому что мы понимаем, что многие потом перейдут, уже часть «Жасмин» посмотрят рубрику. И мне, кстати, было так неприятно, когда я узнала, что в телеграм-канале у себя Вика написала, что это единственный подкаст, под которым столько негатива они написали. И я понимаю, почему у нее должна быть такая ассоциация, что христиане такие негативные и готовы столько негатива на нее видеть. Это было неприятно. Самое интересное, что те же самые христиане, которые, я еще не сужу, я просто говорю, те же самые христиане, которые бы увидели ее на другом подкасте, и они такие, ну, ты просто там у кого-то, да, там, да, не на христианском, просто такие, о, да, как мудро, как круто, возьму. Но из-за того, что это мы выпустили, почему-то некоторые, некоторые, не все, мы сейчас не то, что, да, реагируем вот именно на негатив. Мы сейчас говорим как раз-таки про вот 2-3, ну, может, там, 4% негатива, да, потому что 96, опять же, говорю, позитивно восприняли. Но, опять же, мы уважаем всех подписчиков и тоже отвечаем для них, что ничего такого в этом нету. И я уже отвечал, что эксперт не обязательно должен быть, придерживаться именно нашей конфессии, да, вот, мое мнение. Ну, мы именно из-за этого и разделили на рубрики, чтобы понятно было, тут эксперт, тут у нас подкаст, и тут у нас часть Жасмин, которую мы все очень любим, любимая рубрика. Кстати, будут еще новые рубрики, так что ожидайте. Ну, не рубрики, а форматы. Ну, мы пытаемся распространяться, да, чтобы просто привлечь еще больше людей. Почему бы нет? Да, все правильно. Ну, я думаю, наверное, тут уже все сказано, все понятно. Можем перейти ко второму блоку. Да, давай. Что, как вам, нормально? Даже не слушают. Даже не слушают. Вообще. Даже не слушают. Заходите почаще на мой YouTube-канал и не пропускайте выпуски. Мы очень стараемся, чтобы они вам понравились. Также смотрите ролики, которые выходили ранее. Уверена, что вы там найдете много чего для себя полезного. Например, как мне кажется, один из самых недооцененных выпусков это откровенное интервью с Кириллом Дединком про детские травмы, налоги и встречу с Богом. Уже после этого интервью Кирилл начал делать подкаст про сбор Библии с разными служителями у себя на Телеграм-канале, на который подписана и я. Все ссылки оставлю в описании. Ну, следующая рубрика. Я не знаю, будем ли мы ее вставлять, но давайте хорошо. Рубрика «Спорные выпуски». Ну, чуть-чуть обсудим, да, потому что мы по комментариям понимаем, что есть какие-то выпуски, которые вызывают такие спорные реакции. Да. Но только один из выпусков с Викой Дмитриевой мы, по сути, уже обсудили. Второе, наверное, это выпуск... Давай, у меня записано. У меня записано, я могу сказать. Ну, типа, это реально спорные выпуски. Опять же, мы говорим про 5-6% дизлайков. Мы про них говорим, про людей, которые не поняли и не приняли. Мы можем что-то разжевать, что-то не разжуем, к сожалению, потому что мы не богословы, да. Но, опять же, вот, например, вот я выделил топ-3 выпуска в этом году, которые тоже, по моему мнению, какие-то, может, оказались неспорные, но для людей оказались спорные. Это первый. Это выпуск с Евгением Пронькиной. Их два было. Да. Два выпуска. Очень много вопросов было, на самом деле, про этот выпуск. И тут, наверное, вопросы возникали у тех людей, которые посмотрели второй выпуск, не посмотрев первый. Потому что, понятно, человек в разводе. Но почему? Потому что ей изменил муж. То есть тут нет никаких богословских споров. И я даже, наверное, не согласна с комментариями, которые писали, что мы очень много говорили о том, что развод всё-таки советуется. Развод — это плохо. Это плохо. Да нет, там... Потому что, да, в первом выпуске я три раза говорила о том, что Бог не любит разводы. И во втором выпуске уже Евгения тоже говорила, что я не советую разводиться. То есть для меня это было очень важно. Ни в коем случае мы не за разводы. Но в её случае она развелась. Почему? Потому что ей изменил муж. Ей это было позволительно. Но многие, да, посмотрели вторую часть, не поняли, несмотря первую. И такие, типа, о, да как это так? Типа, как она смеет? И всё такое. То есть посмотрите первую часть ещё раз. Потому что там прям, ну, не то, что даже как бы... Опять же, я не претендую на богословие, но насколько хорошо я знаю, что там развод... То есть если тебе изменил супруг, то ты можешь либо развестись, либо простить и жить дальше. Это твой выбор. Но одинаково Этер Библия разрешает оба варианта. Она выбрала, причём не сразу, а спустя, по-моему, там какое-то время она выбрала развод. До этого она как бы старалась и боролась за брак. Не знаю, насколько я помню, да, по эфирам. Но опять же, мы не то, что там сейчас пришли её оправдывать или ещё что-то, да. Мне было очень интересно с ней общаться, потому что меня всегда удивляют люди, которым своя жизненная история, которая должна была убить, гасить, сломать, наоборот, не делает этого. И для меня Евгения, она взяла свою слабость, свою слабую сторону. Сторону жизни, из-за которой её многие не понимают, и сделала своей сильной стороной. И для меня это достойно уважению, потому что она служит семьям, она помогает, она психолог, и она делает так, чтобы разводов было меньше. Она консультирует. Да, то есть её задача топить не за, вот она развелась, и вы теперь тоже разводитесь. Просто многие люди, вот, хочу сказать фразу, многие люди, посмотрев этот выпуск, такие, да, я тоже несчастлива или несчастлива в браке, всё, вот она сделала и я сделала, я не буду это терпеть. Вот, это другая вообще абсолютно ситуация. Это не то, что там, мой муж, там, вот это сказал мне, или вот меня нагрубил, всё, типа. Хотя, опять же, можно сейчас уйти в дебри и обсуждать, а как если муж бьёт, а как если муж булит, или там словесно, или морально как-то опускает, ещё что-то, здесь всё уже идёт индивидуально. Женя во втором выпуске много раз об этом сказала, что всё индивидуально, что каждая ситуация индивидуальна. Вот, и здесь надо уже разбираться, иметь желательно лидеров духовных, да, кому ты можешь обратиться, пасторов или там, если ты не, там, я не знаю, смотрят нас неверующие, к психологу, да, хотя я не очень в это верю, но, опять же, кому-то, возможно, помогает, пускай не против, вот, и пытаться как-то разобраться и... Притом интересно, знаешь, ты сказала, я не сильно верю в это, я никогда не была на приёме у психолога. Я бы хотел сейчас. Но зная себя, я никогда, скорее всего, и не буду, потому что мне это не нравится, но одновременно это мне не мешает чуть-чуть расслабиться и дать возможность психологу поговорить, потому что вдруг моя теория про психологов, она ошибочная, например. Почему бы не дать человеку место поговорить и объясняться? Мне кажется, очень сильное умение, очень сильный навык вообще слушать человека. И когда ты опираешься только на том, что ты знаешь, ты уверен в своих знаниях и в своей точке зрения, и допускаешь мысль, что твоя точка зрения – это единственное правильное, тут начинаются уже проблемы. И мне нравится, что часть Жасмина допускает разные мысли. Он разрешает нам думать, распространяться, увидеть православных, баптистов. Да, потому что нас, да, очень много у нас таких подписчиков, которые закрыты в своей церкви или закрыты там в каком-то там, не знаю, просто в своём мире, в котором он придумал, и он думает, что это полная истина, и вот как ты сказала, да, и ничего кроме... Я реально столько раз с этим сталкивался, когда я, ну, я очень много... И до брака с Жасмином много путешествий, мы ездим в разные церкви, в союзы, к разным пастырам вообще. И я иногда какие-то вещи вижу, и для меня это странно, а для них это абсолютная норма. И в этот момент я понял, что, типа, если бы они ко мне пришли, то я бы был бы вот таким странным, на кого бы они смотрели. Ну, какие-то странные у них традиции, типа, как-то очень странно. Всё, что противоречит конкретно Писанию, окей, хорошо, это не надо делать, но всё, что как бы не противоречит, ну, что там такого, ну, всех свои традиции, всех свои эти, как бы, ну, нормально, уважай просто, и всё. Ну, то же самое, мы позвали вот православного, и мы позвали вот следующий выпуск, если взять выпуск, подожди ты... Давай, ладно, ты просто нарушаешь таймлайн моего, моих записей. Я не вижу твои заметки, у меня нет таймлайн. Да. Таймлайн нарушен. Всё, я теперь не знаю, я сбился. Выключай камеру, это оно. Мы, кстати, с Серёжей очень отличаемся, потому что он человек, который планирует, я человек, который вообще не планирует. Просто две разные личности максимально. Когда зашла в студию, тут оп, всё настроено. Ничего себе, прикольно. Давай снимем. Вот, и получается, если взять выпуск с Бахмутским, да, там понятно, что говорится про иных языков, и я его выслушала. Да, он про, ну, не могу сказать против, он, ну, как бы, у него своё мнение про говорение на иных языках. Да. И я дала ему высказаться, но это не значит, что я теперь придерживаюсь того же мнения, что и он. У меня это было интервью, чьи пяти, я даю ему высказаться, и я не хочу перебивать, я не позвала его опускать, или его точка зрения, я просто позвала его послушать. Послушала, сделала выводы, понимаю, что, ну, для себя я права, я говорю на иных языках, для меня это норма, у меня есть основания через Библию, что это правильно, что это надо делать. А у него вот так, всё, мы поговорили, обсудили, не испортили отношения, живём дальше. Я говорю, он не говорит. Мне понравилось, что на интервью с Серафимом мы записывали тоже через Асмин, и он очень крутую мысль сказал, не знаю, может, это не он сказал, может, он где-то её вычитал, наверное, вычитал, он любит читать. Он написал такую фразу, что, не помню точно дословно, как он сказал, но он сказал так, что христианин, истинный христианин должен всё время искать. И если ты думаешь, что вот, это чистая истина, и всё, то значит, ну, что-то не так, потому что ты перестал искать, потому что христианство, это про поиски, ты всё время ищешь. И надо в этих поисках допускать, что может быть, вообще-то вот так, а может быть, чуть-чуть вот так, а может быть, чуть-чуть вот так, а может быть, мы не знаем, То есть всё вскроется после того, когда мы окажемся на небе. Тогда мы действительно всё узнаем. Притом тут слово не про доктринальные основания библейские, христианские. То есть мы не говорим о том... Да, мы не про доктрину говорим. Мы не говорим о том, как найти спасение, кто спасает. Это здесь именно истины, которые, они единственные. И за этими истинами мы идём. Мы прям про второстепенные вещи говорим, чтобы вы понимали. Одновременно тоже, уже зная, что можно ожидать, скажу, что говорение на иных языках я не считаю второстепенным. Это не об этом речь. Уже, видите, я знаю, что можно ожидать, кто что подумает. И вот, и мне кажется, просто не надо закрываться. То же самое, православных зовём. Почему? Ну классно же, Серафим пришёл. И после этого на меня подписались очень много православных. Теперь они смотрят мой контент. Возможно, кто-то станет протестантом. Возможно, кто-то останется православным, но поймёт, как обрести спасение. Это же так хорошо. Ну просто да, это глупо утверждать. На самом деле, прям глупо я могу такую фразу сказать. Утверждать, что только вот мы, это истина, и нет ничего. Я не говорю сейчас про разные религии. Я сейчас говорю именно про конфессии. Потому что кто-то скажет там, православные там могут сказать, о, вы протестанты, вы вот сектанты. Я могу ответить, что протестантов десятки миллионов больше, чем православных в мире. Поэтому кого больше? И вопрос, кто прав, кто неправ. Но я не говорю, что православие неправильно. Может быть, вообще наоборот. Может быть, они правы, а мы где-то неправы. А католики скажут, а нас ещё больше, чем вас и вас. Это вы оба неправы. И так можно долго говорить, да, про численность, ещё что-то. Я за то, чтобы не осуждать и не говорить. Ну, я за то, что, да. Говорить в осуждение, что вот вы правы. Я за то, чтобы придерживаться, и каждый для себя что-то возьмёт. Кто-то, возможно, перейдёт туда, кто-то перейдёт туда. Конечно, для меня лично это протестантизм, это да, это истина. Я так считаю, что это самое более чёткое и правильное, то, чего от нас хотел Христос. Здесь нету каких-то чётких религиозных задач, чётких религиозных, вот ты делай вот так, вот так, вот так, соблюдая вот эти традиции, пойдёшь на небо. Делай добрые дела, пойдёшь на небо. А христианство это не про дела, это про отношения с Богом. Ну вот, и очень интересно написано, да, что когда Христос как-то людям сказал, говорит, отойдите от меня, я никогда вас не знал, да. И он не сказал, отойдите от меня, вы недостаточно много хорошего сделали, вы недостаточно много сделали хороших традиций христианских или добрых дел. Он именно говорит, я вас не знал. Ну вот, это очень важный момент, что здесь именно про отношения, а не про соблюдение каких-то обязательных традиций, там, добрые дела. Я там вот это сделал, вот это сделал. Ты можешь много делать добрых дел, но быть таким хорошим отличником перед Богом, но Он тебя не знает. И на небо, когда ты поднимешься, Он скажет, я тебе не знаю, кто ты. И знаешь, для меня ещё очень важно просто, что мы живём сейчас в такое время, когда всякое происходит, всякие направления поднимаются, и против христианства люди идут. И вместо того, чтобы ссориться, смотреть, чьи традиции более правильные, хочется вместе присоединиться, и каждый через свои возможные пути распространял христианство. И из-за этого хочется, чтобы мы вместе были, вместе распространяли имя Бога, потому что единство есть сила. Всё, это истина. Но я и не говорю, что мы все должны в одно направление идти, не об этом. Просто уважать друг друга. Мне кажется, Христос хочет от нас реально этого. Типа, мне кажется, Он вообще в шоке от того, что мы тут разделились на конфессии, и на, ладно, конфессии ещё их три, да, а мы ещё на динаминации разделились ещё. Особенно в протестантизме, да, я там вообще не знаю, там сколько их там, их очень много. И зарегистрированных, и незарегистрированных, официальных, и неофициальных, очень много. Он, мне кажется, в шоке от того, насколько... Да, я считаю, что христиане должны... Всё, и точка. Не знаю, кто тоже это сказал, но это я услышал от папы первый раз про слона. Запустили разных, четвёрых людей с разных сторон в одну комнату, где нет окон, нет дверей, ничего нету, полностью выключен свет. В центре комнаты стоит слон, да? Ни дверей, ни окон, ничего нету. В центре стоит слон, с каждой стороны стены человек, включают свет, они видят перед собой, каждый из них видит слона. Ну, с каждой стороны. С этой стороны, с этой, с этой, с этой. Потом выключают свет, людей выводят, и этих четверых спрашивают люди, которые никогда не видели слона. Говорят, ну чё, как выглядит слон? И один отвечает, слон, это вот такие две этих столба и такой этот хвостик, да? Другой говорит, да ты чё, совсем что ли, слон, это такой большой хобот и уши такие. А другой говорит, да вы чё, ребят, слон, это две большие ноги, и вот брюхо такое. А другой говорит, да, 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 слон, это две большие ноги и брюхо, я с тобой согласен, будем дружить, типа всё. И вот так вот, вот, они описывают одно и то же, но разными взглядами. Вот, я думаю, это в принципе очень сильно хорошо описывает нашу сейчас ситуацию с христианством в виде конфессий, которые спорят, ругаются, к сожалению. Но мы делаем для того, чтобы была дружба. Вот, мы за любовь, мы за то, чтобы звать протестантов, православных, католиков, возможно. Возможно. Но мы их ещё не звали просто. Вот, на наш канал. Хорошо, следующий спорный выпуск. Следующий спорный выпуск. В твоём списке. У нас выпуск с Питайкинами, когда мы с ним начали обсуждать про финансы. Здесь вообще реально очень интересная мысль. Просто мы тогда говорили, и, кстати, вот выпуск с Питайкинами, он был очень похож на то, что мы сейчас делаем. И я даже скажу так, что то, что вот мы тогда сняли, по сути, от него и родилось вот это. То есть, именно от него и родилось это, потому что именно вот тогда уже был такой, как сказать, первый звоночек, чего я хотел увидеть на канале ещё дополнительного, да, в виде вот такого формата. И мы там на этом выпуске, мы обсуждали вопрос финансов и церкви. И очень много было недопонимания с нашими подписчиками, и очень много писало про то, что как это христианство за деньги, ещё что-то. Здесь я так скажу, что ту теорию, которую сказали ребята, да, они сказали про то, что нет бесплатного христианства, что даже вот само христианство, оно уже имеет ценность, что ты не получил спасение просто так, за тебя его заплатил Христос, что, ну, своим распятием, да, что вот книгу ты держишь, бесплатную Библию, да, вот эту, которая у нас есть в христианстве, в протестантизме, у нас есть такие Библии синенькие, которые бесплатно раздаются, их нельзя продавать, там даже написано не для продажи. Даже за них же кто-то когда-то заплатил денег, какой-то там инвестор, или какой-то бизнесмен, или какая-нибудь типография христианская. То есть кто-то за это всё равно. Это их как бы теория, и вот они так считают. Она имеет место быть, наверное, но в моём понимании, да, и не знаю, Жасмин, я всё-таки считаю, что, ну, то, что ты бесплатно даром получил, ты даром должен дать. Это моё мнение тоже. И очень хороший пример я могу сказать, хотя я его, кстати, сам придумал, я даже его не вычитал где-то или врился, что когда Христос не мог много проповедовать, да, на большой аудитории имею в виду, он на берегу, он сел водку и отплыл, чтобы больше людей его услышало. То есть я к чему говорю, что он не взял и сказал, ребята, короче, вас много, я один. Делаем закрытый телеграм-канал. Делаем закрытый телеграм-канал. Или там делаем какой-то там на Бусти или ещё где-то, да, там регистрируйтесь, там онлайн-курс покупайте, там я вам реально расскажу истинную Жизу. Да, то есть нет, он как бы такой, хорошо, я не могу так много, я вот сяду в лодку и буду ещё больше говорить, чтобы люди ещё больше меня слышали. Поэтому как бы я больше придерживаюсь этого. И даже мы на своём канале с Жасмин, мы, у нас открыто всегда донаты, да, чтобы люди могли делать пожертвование, но мы не призываем, да, там это делать или ещё что-то. То есть если у вас есть на сердце, мы будем благодарны. Но параллельно с этим мы с Жасмин пытаемся запускать разные бизнесы, запускать там, скоро у нас выйдет в продажу чай, да, который тоже мы будем продавать, и тоже будем, денежка от этого чая будет идти на помощь нашему проекту. Вот, мы работаем и зарабатываем деньги. То есть мы хотим вот такими методами, так сказать, иметь финансирование, да, вот, и спонсировать наш проект. Притом одновременно, да, когда, например, я сейчас учу в семинарии, я плачу за обучение. Но почему? Потому что там я получу диплом от государства, там педагоги, это обучение всё-таки, там материалы, там презентации. И это немножко другое. И у меня недопонимание, когда, например, есть какие-то каналы, где нужно оплатить за вход, потому что там будет рост духовный, там за тебя помолятся. Но лично мне, опять-таки, не в осуждении, но это непонятно. У меня тоже несколько раз продюсеры предлагали делать курсы христианские, но мы отказывались, мы всегда отказываемся, потому что, ну, непонятно. Мы лично, мы не принимаем. Опять же, я, да, не сужу. Вот опять то, что про теорию сказал, да, про которую Антон говорил. Опять же, возможно, она имеет место быть, и этот взгляд, он тоже имеет право обсуждаться, да. Вот. Но у меня вот такой взгляд. Просто я хотел, для чего мы вообще этот вопрос сковырнули, да. Не то, что там мы правильно говорим, а ребята неправильно. Нет. А я хочу, чтобы вы знали, как мы думаем. Потому что очень много писали, о, ребят, что вы так это. То есть я, ну, за себя хотел сказать, ну, и жест не за себя. Ну, просто мы не всегда на канале так говорим, даём всё-таки выговориться людям. И потом недопонимание. Хочется просто своё мнение иногда говорить. И я бы хотела ещё сказать, чтобы вы просто знали, мы ещё не берём деньги за интервью. То есть у нас на канале ещё не было таких историй, когда человек платит нам деньги, чтобы мы позвали его за интервью. Обычно мы даём деньги, чтобы... Нет, мы ни разу никому не давали деньги, чтобы он дал интервью. Я имею в виду, что мы даём деньги, чтобы это интервью состояло. Ну, это затраты и выпуск, да. Да, да, да. Но никто от нас не получал деньги за интервью, и никто не заплатил. Предложения были. Большие деньги нам... Очень много пишут. Очень большие деньги нам предлагали, и мы отказались, потому что... Ну, просто такое правило. Ну, нет, не то, что правило. Ну, для нас лично это вот не хочется... Я не могу... Кстати, я не могу сказать, что я бы отказался бы, если бы... Объясню. Вот, например, нам написал этот человек и предложил очень большую сумму денег. Но что он там хотел говорить? Он про эзотерику, про какую-то там... Ну, что-то я не помню. Энергетику звёзд. Я такой, ребят, мы про это не будем вещать, мы не будем пропагандировать, во что не верим и во что считаем чушью. Вот. Но если бы какой-нибудь просто человек, да, который реально хороший, но мы его не знаем, но у него хорошие мысли, он хотел бы ещё нас благословить как служение, да? Это другое. Если он пришёл на интервью, мы записали, у него в сердце поддержать наш проект, потому что он видит, сколько затрат, столько работы. Мы, кстати, именно из-за этого у нас, вы стали замечать, стали появляться рекламы перед выпусками. И зачем это тоже всё делается? Потому что тоже за это идёт оплата для нашего канала. Мы тоже очень много отказываем разной рекламы, которую считаем спорной, потому что она может... Вас, как подписчиков, есть заблуждение, там про инвестиции, ещё что-то. Мы всё отказываем такое сразу. Даже несколько раз хорошие предложения были, мы отказывались. Сразу вот мы, да, имейте в виду, мы такое не рекламируем, но рекламируем всякое проверенное, всякое хорошее. Да, просто хочется, чтобы вы знали, почему мы делаем рекламу. У нас сейчас команда растёт, у нас два оператора в команде, один монтажёр. Монтажёр шортсов. Монтажёр шортсов. Девочка, кто помогает редактировать, придумывать темы и получать... Визажист. Визажист. Потому что они тоже понимают, что они за то, чтобы делать проект этот, и чтобы он реализовывался, и мы просто тоже... Но нам бы хотелось платить хорошие зарплаты, полноценные, но для этого нужно больше оборотов. Да. Мы работаем на этом. Именно из-за этого мы запускаем рекламу, чтобы у вас просто не было никаких недопониманий. Лучше так, чем закрытые телеграм-каналы. Я правда так считаю. Не удержался. Я правда так считаю. Не, при том очень хорошо, если есть закрытый телеграм-канал. Вот я Серёжу уговариваю делать закрытый телеграм-канал, чтобы немножко своими навыками делиться, потому что он хорошо в продакшене разбирается, может учить, как снимать. Мне Антон постоянно об этом говорит, делай, а я считаю, что это хорошая идея, если честно. Но руки не доходят. Но именно мы говорим про христианские вещи, что мы против, когда христианские курсы платные. Да, мы сразу скажу, мы не против, когда христиане делают телеграм-каналы про похудение, про ещё что-то. Вообще делаешь, во, круто, я бы сам туда подписался. Про похудение? Да. В своём случае ты можешь делать такое, потерял 20 кг. Я похудел на 20 кг, да. Вот. Но, а другое дело, когда человек там молитвы делает всякие, там, чтение Библии, ещё что-то, и делает это в закрытом телеграм-канале, это, ну, короче, всё, слишком много уделили этому времени. Давай дальше. Что можно ещё перейти, что вам интересно? А сколько съёмка идёт, Димон? Плюс 6 минут. 40 минут. Да нет, ты что, серьёзно? скоро уже 7. Мы 40 минут записали, Алексей? Так, мало? Мало? Да, мне кажется, сейчас уже сидим. Так я не хотела долго, это смысл долго. Не знаю. Обычно хорошо записать на час, и потом его режешь, и самый сок оставляешь минут на 40. Слушай, ну там уже много темы. А мне кажется, я столько всего не сказал. Что ты хотел ещё сказать? Я не знаю. Ну, я думаю, третий блок, типа два блока, типа третий блок. Ну, надо какой-то снова завершалочку, а то мы как-то такой прям напряжённый, интересный разговор, и мы такие, оп, всё, пока, всем пока, подписывайтесь на канал. Лучше смотрите наш канал, вместо турецких сериалов, где продвигаются. Хорош, 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 сейчас скажу, спасибо. Хорош, молодец, Ир. Ир, можете в редактор засунуть к нам? Вообще. Плюс 2000 будешь получать. Короче, короче, сейчас давай, мы закину, перейдём в это. Поэтому, поэтому, смотрите лучше наш канал, а не турецкие сериалы. Потому что турецкие сериалы, это, кто-то сказал, очень мысль прикольная, что турецкие сериалы, это идеальная пропаганда ислама. Что, типа, они всё это придумывают, чтобы все смотрели, особенно девчонки. Хотя, я знаю, много моих друзей, парней спотыкнулись, спотыкнулись на это. Двое, у меня уже двое парней друзей, которые смотрят с женами эти сериалы. Вот. И, это что, кто-то мне сказал, что, типа, это очень такая жесткая пропаганда ислама. Что, типа, вот, ислам пропагандирует своими такими сериалами, крутыми проектами, вот, чтобы вот смотрели и такие, вау. Жена, девочка такая, пойду-ка я в Турцию, выйду-ка замуж до турка. У меня недавно родилась идея, было бы классно найти инвестора хорошего и снять христианский классный сериал. Но, но это должны быть, наверное, большие деньги и очень классный сериал. И кто там, Полина Денисова будет играть? Почему бы нет? Полина Денисова, Паша Дворецкий. И я. И ты. И ты. И ты. И ты. И ты. Не, ну вообще, ты смеешься, но это классная идея. Блог про США и Армению. Мы летали три с половиной месяца, мы были в... Два месяца мы были в США, полтора месяца в Армении. У нас там были съемки. Мы снимали там очень интересных людей, вы посмотрите. Очень много еще не вышло. Вот. Мы снимали мою сестру. Это такой прям... Очень хороший выпуск, сильный получился. Очень интересный выпуск, да. Скоро выйдет на канале. Также, 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 также. Кстати, спасибо вам, что вы подходили к нам. Вот мы, когда были и в Штатах, и в Армении, очень много людей к нам подходило за благодарностями. Очень много. То есть, я даже не ожидал настолько много, что типа, ну, мы правда не ожидали. У нас даже была история, когда к нам люди подошли. По-моему, они то ли эстонцы, то ли еще кто-то были. В Эстонии, да. Да, они из Эстонии, они на русском говорили. И они не просто в церкви к нам подошли в какой-то, они подошли, в общем, мы гуляли по другому центру, просто где-то там. И просто не подходят, такие, вы чай, жасмин, да? Мы такие, серьезно? Типа, настолько. И в Армении был такой случай. Было очень приятно, да, и в Армении прям несколько случаев было, когда тоже узнали. На улице узнавали, не только в церкви, это правда было приятно и неожиданно очень. Да, поэтому спасибо, что подходите, не стесняйтесь, подходите, мы реально рады. Для нас это тоже, как сказать, приятная такая подпитка, вот, и мы прям с радостью принимаем это за благодарность. Это очень сильно прям вот, вот одна встреча, вот одно такое движение, оно прям очень сильно такой прям энергию дает. И мы такие, все, надо больше снимать, надо больше монтировать, больше там движухи, вот. Да, просто когда ты понимаешь, что дело, которое ты делаешь, помогает кому-то, меняет жизни, то это правда очень ценно. Да. И мы переходим плавно в рубрику комментариев. Потому что я вспомнил один комментарий смешной, когда человек вот так утвердительно пишет, утвердительно, невопросительно, не подвешенно, типа, да, типа, вот я сказал, а вы думаете, типа, сами, а прям уверенно, как будто, типа, он со мной общался, и такой, типа, дай-ка я сейчас в свет выброшу информацию. Человек пишет такой, ну вот, да, Жасмин приехала рожать в США. Все понятно. Они с мужем рожают в США, типа, я знаю, типа, я такой, типа, что, типа, и такие, да, очень много таких комментариев. еще из последних, я их сейчас вспомнила, по поводу моих скул. Скулы, это просто, это просто. у меня хвост, и, естественно, лицо более затянуто, какое слово употребить правильно, не знаю, натянута, и скулы видны, и очень много комментариев было, тоже утвердительных, и там было написано, что я сто процентов делала операцию. Да, да, комментарии были, типа, типа, формата, типа, я врач, типа, я знаю, типа, там, и филеры сделала, и коррексу скул сделала она, и самое забавное, или как называется сейчас вот эта штука, которую сейчас все употребляют, знаменитости. А, я не помню. Ира, не помнишь, как называется эта штука, которая, типа, пьют, и худеют. Пьют, и оно, типа, в Америке сейчас очень распространено. Вода из организма уходит, и... Это лекарство, на самом деле. Для диабетика. Для диабета, да. Да, лекарство для диабета, как оно называется? Я не помню, но лекарство я бы не смогла пить. Хорошо, мы написали вот здесь. Вот здесь, да. Так называется. Я не могла бы пить лекарство, хотя бы из-за того, что я беременна, но, однако, я-то не против операции, я в этом как бы особо ничего плохого не вижу. Ты не против операции? Я не против операции. Но я не делала, и мне забавно читать, я ни разу не делала никаких операций, вмешательства на свое тело, И очень забавно читать, когда люди Утверждают, что это так и есть Единственное, что я делаю, это гимнастика для лица Но, кому интересно Уже года два Но у меня нет никаких операций Десятки, даже, наверное, сто комментариев точно было По поводу скул Типа, да, конечно, да А я потом смотрю в главную зеркало Говорю, о, прикольно Я узнала, что мои скулы красивые Ну, короче, комментариев, да Какие еще комментарии были? Уже я вспомнила Недавно Я не все комментарии читаю, но иногда, естественно, я смотрю Чтобы понять, что людям понравилось, что не понравилось И я наткнулась на комментарии Там написано Ужасмин отвратительный голос Невозможно слушать Я такая Спасибо Что я могу с этой информацией сделать Отвратительный голос У меня просто было интересно, что человек думал, когда это писал Было такое у тебя, когда-то заморачивалось по поводу комментариев? Такая, типа, прям заморочилась Что, типа, у тебя пишут там голос отвратительный Или взгляд, или вопросы Нет, по поводу взгляда голоса всего этого нет Потому что как-то меня вообще не трогают эти комментарии Но были несколько комментариев, которые задели меня Это больше касается ответственности Ага, когда пишут, типа, вот, ты несешь ответственность И ты должен быть более внимательным Нет, это касается, когда кто-то скажет Не дай бог, вот из-за тебя В нашей семье ссора Например, был случай Ко мне подошла женщина И говорит Почему ты в выпуске с Евгенией Пронкиной Подняла тему Кто выбрасывать должен мусор? Это же юмор был вообще Говорит Я живу с невесткой И теперь у нас в семье ссора Я думаю Ну, во-первых, каждая семья решает за себя Между собой муж и жена договариваются Каким правильно Нет таких прям правил для всех в семье Нет, это мы решили с мужем Что вот это вот так Это я рассказала то, как в нашей семье Потом мы рассказали это в юморной форме И я потом начала задумываться Неужели из-за меня поссорили в семье? Но мне это было как-то вот неприятно Первое Жасмин выносит мусор Просто не кухонный мусор Кухонный мусор выношу я А мусор более, по-моему, грязный Который в туалетах Она выносит И когда я говорю А почему ты не можешь вынести Типа мусор, который на кухне Такая, ну, вообще-то эти мужчины Выносят мусор Типа вообще-то, типа Я такой, ну, в туалете он погрязнее будет Типа, то есть если мы как бы Ставим Эту Планку по грязности То, да Слушай, ну, вот Знаешь, интересный вопрос А, еще комментарий Что задело Не задело, а мне дало задуматься Это под выпуском Бахмутского Когда писали, что Из-за того, что прозвучала Мысль Что те, которые говорят Наимных языках В них бес Он сказал Некоторые люди так говорят Да Он, во-первых, сказал Некоторые люди так говорят И Многие писали Что это хула на Духа Святого Что, типа, твоя реакция Смех на то, что он сказал Нет-нет Его слова И надо сказать Такое, может быть, слово Что Это правда, что Некоторые верующие Ну, и даже баптисты Могут сказать, что любой человек Который говорит на ином языке Это одержимый человек Одержимый бесами человек Спасибо Да, ну, так и есть Вот Я бы сказал, что По большей части Это просто Обычная психосоматика Добрая, искренняя Ну, я не придерживаюсь Такой позиции И теперь, что мы оставили Это в выпуске Что он сказал Да, и почему мы оставили Ага Я обратила, естественно, внимание Я пообщалась С разными пасторами И все сказали Что это не хула на Духа Святого Это просто он сказал мнение И того и не свое мнение Ну да Вот И мы эту часть не убрали Кстати, Жасмин На такие вещи я обращаю внимание Кстати, Жасмин Когда в каких-то моментах смеется Вы не думайте, что она смеется Из-за того, что ей смешно Это ее защитная реакция То есть, когда она Пребывает в неком шоке От сказанного, да Чего-то Например, у нас были Некоторые выпуски Когда пастор Мы их, кстати, уже удалили Когда пастор говорит, например Или там какой-нибудь человек говорит В кадре у нас гость, да Что типа А я считаю, что Пить алкоголь можно А Жасмин это слышит от пастора Который, там, не знаю Там, в реп-центр возглавляет, например И она Был в тот же момент И она, типа, засмеялась в ответ Не потому, что Реакция шока То есть, у меня реакция шока Типа, это взгляд такой Типа, да У нее реакция Она Типа, это начинает смеяться Потому, что она Типа, в шоке От того, как можно было Такое сказать Потому, что, да Я тоже в шоке был Когда такую фразу слышал Он когда говорит Что, типа, многие Считают, что Молитва на иных языках Это проявление бесов Типа, я такой Я тоже Там вот так, типа Но я посмелась Сказала, спасибо Потому, что я-то говорю На иных языках Да Вот Поэтому, да Хула в святого духа Слова именно Мы пришли к тому Что это не хула Это просто Никто святому духу Ничего не сказал Да, я сейчас в кадре это сказал Но я процитировал это Я не считаю так То есть, вот так Это не мое мнение Да, и именно Святого духа Никто не оскорблял Да Кстати, вот по поводу Комментариев Еще такой момент Вот ты говоришь По поводу, что, типа Там женщина к тебе подошла И говорит Мы вот поругались Из-за мусора Где вот эта грань Что, типа, вот хорошо Сейчас вот человек Посмотрит выпуск И такой, типа Вот Джасмин с Сережей Они так мало ругаются Вот они такие молодцы И пойдет мужу своему Это говорит А мы с тобой Все время ругаемся Знаешь И насчет И получается Мы спровоцировали людей На ссору То есть, где эта грань Что мы виноваты В ссоре людей Я не знаю Я правда не знаю Ну, то есть, где вот Где эта черта Что, типа, вот Из-за нас Не, ну, естественно Мы тут обсуждаем Мы тут разговариваем Но самое хорошее качество Что есть у человека Это думать Да, думайте Вот любую информацию Даже нашу Думайте Делайте выводы Что вы слышите Сравните с Библией Читайте Да, читайте Сравните Думайте Ищите Да, да, да Максимально просто Вот все вот Плюс мнение тоже Как бы нет такого Да, вот Что Есть такое мнение Или какое-то еще что-то Оно все меняется Все циклично Ты думаешь сейчас так Через год ты думаешь так Через пять лет Ты думаешь иначе Это, кстати, опять Возвращаемся к теме христианства Когда Что Серафим, да, сказал Что, типа, нету Стоп-слова Да, нет вот этого Что, типа, все, я закончил Я вот вот так И больше никак иначе Нет, ты все равно Ты изучаешься Ты улучшаешься Читаешь Иногда, да Чтобы человек пришел К какой-то мысли Его нужно подтолкнуть К этому И хорошо Если наш канал Подталкивает Чтобы вы думали Находили истину И приближались К Богу Если это так То Наша цель Выполнена А если отдалились Ну Виноваты ли мы в том Что человек отдалился Посмотрев какой-то Из наших выпусков Я таких комментариев Не читала Я тоже, кстати Да Но у нас очень много Комментариев Когда Очень много комментариев Когда человек писал Знаете, я вот Служитель в церкви Я хотел вчера Ставить служение Посмотрел выпуск Какой-то там Да, с кем-то И Решил остаться в церкви Или там Или не то, что в церкви остаться А решил остаться в служении Или там еще что-то Да, еще что-то И это не то, что там Типа О, наш выпуск Решил судьбу человека Нет, это 100% Бог сделал через наш выпуск Да, то есть Как бы он проговорил Ну, что Бог именно так Работает на земле Я просто молюсь Чтобы этот проект Распространял Славу Божию И я думаю По крайней мере Хочу в это верить Что это так и действует И пока что ни разу Никогда ни от кого не слышала Что из-за нашего выпуска Кто-то ушел от Бога Такого не было Я очень надеюсь Что такого и не будет Мы очень внимательны к этому Потому что на самом деле Это Ну, очень важно для нас Да Я думаю Это хорошая нота Чтобы закончить наш подкаст Да, если вам понравился формат Ну, не формат В смысле формат Все, он теперь постоянно будет Часто там Может быть раз в месяц Точно будет выходить Нечаянный разговор Может даже два раза в месяц Но если вам нравимся мы Да, когда мы вдвоем говорим То ставьте лайки И просмотры Решают просмотры В этом формате Решают просмотры В Чай Жасмин Мы делаем не ради просмотров У нас реально есть выпуски Где мы очень много денег вложили Их там посмотрело Даже сколько там 15 тысяч И я очень рад Что мы это сняли Потому что кому-то Это должно было Вот быть услышано точно Мы там вообще не смотрим на это А вот здесь, да Мы, конечно, будем стараться Ну потому что это уже Евангелизация И привлечение внимания Аудитории Которая нас не знает Да, вот так Так что Чай Жасмин остается И остается нашей Любимой рубрикой Да Но пытаемся Пробовать что-то новое Так что поддержите нас Поэтому мы очень благодарны вам За каждый репост Лайк, комментарий Вы очень помогаете Нам распространяться Знаете, что мы вас Очень ценим И каждый раз Когда в какой-то церкви На какой-то конференции Вы подходите к нам Улыбаетесь Делаете фото И это очень вдохновляет Потому что мы видим Любовь в ваших глазах И просто знайте Что мы вас любим И очень-очень сильно ценим Спасибо, что вы рядом с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому